Первым появляется у нас молодой жених, красавец. Давайте громче. Обычно жених на свадебную церемонию должен явиться первым. Он является в сопровождении родственников, он въезжает обычно на белом коне, причем это действительно так, белый конь. И он на белом коне въезжает в сопровождении своих родных и близких, которые сопровождают его танцами, песнями, свистами и, конечно же, громкими возгласами радости. И вот когда жених, прибыв на место, слазит с коня, он встает и все вокруг замирает. Потому что в этот момент появляется она, невеста, красавица, скромница в сопровождении своих родственников. Она, как белый лебедь, хотел бы сказать я, но в индийском океане невесты, как правило, это красный или розовый свет. И вот она плывет, скромно, но при этом щитно, радуя глаза всех окружающих. Ее руки, как правило, украшены узорами хны. Она вся сверкает драгоценными камнями, олицетворяя собой все самое светлое. Будто бы сама богиня Лакшми спустилась с небес, чтобы осчастливить этого мужчину и наполнить добром и счастьем их будущий дом. И сейчас мы познакомим вас с некоторыми свадебными обрядами. И первый из них, самый главный, называется Вармала. Это когда жених и невеста обмениваются цветочными гирляндами, что символизирует их объединение. Сначала одевает жених, потом невеста на жениха. Следующий обряд называется Кандаан. Свадебный обряд, во время которого молодым связывают руки специальными нитями, ну или лентами. Говоря всем и показывая, что с этого дня они связаны между собой, что они одно целое. Все это время их осыпают лепестками роз. И вот есть еще один важный момент, когда муж делает писсидур, это называется, да? Когда он опаятся.